Ворона Русская сказка Жил да был старик. Поехал об Афанасе Ведне в гости со старухой. Сели рядом, стали говорить ладом. Ехали-поехали по ногам дорогой. Хлобыснул кобылу бичом трехузлым. Угнал ночью верст пять-шесть. Оглянулся, тут и есть. Еще и с места не подался. Дорога худая, гора крутая, телега немазанная. Ехал-поехал, до бору доехал. В бору стоит семь берез, восьмая сосна виловато. На той сосне виловато и кукушечка-горюшечка гнездо свела и детей свела. Нигде взялась скоробогатая птица, погуменная сова, серы бока, голубы глаза, портенное подплечье, суконный заворотник, нос крючком, глаза по ложке, как у сердитой кошки. Гнездо разорило и детей погубило и в землю схоронило. Пошла кукушечка, пошла горюшечка с просьбой к Зую праведному. Зуй праведный по песочку гуляет, чулочки обувает, сыромятные коты. Наряжает синичку-рассылочку, воробушка-десятника, к царю-лебедю, к гусю-губернатору, к павлину-архирею, к коршуну-исправнику, к грачу-становому, к ястребу-уряднику, к тетереву-польскому, старости-мирскому. Собрались все чиновники и начальники. Царь-лебедь, гусь-губернатор, павлин-архирей, коршун-исправник, грач-становой, ястребу-рядник, тетерев-польский, староста-мирской, синичка-рассылочка, воробей-десятник. Из уездного суда тайная полиция, сыч и сова, орел и скопа. Что есть на белом свете за скоробогатая птица, погуменная сова, белые бока, голубые глаза, портенная под плечья, суконный заворотник. И добрались, что ворона. Присудили ворону наказать. Стряхнули огрядку ногами и зачали секчи по мягким местам, по ледвеям. И ворона взмолилась. Кар, коротаете, мое тело торотаете, никаких вы свидетелей не спрашаете. Кто у тебя есть свидетель? У меня есть свидетель воробей. Знаем мы твоего воробья, ябедника и клеветника, и потаковщика. Крестьянин поставил новую избу, воробей прилетит, дыр навертит, крестьянин избу затопляет, тепло в избу пропущает, а воробей на улицу выпущает. Неправильного свидетеля, сказала ворона. И ворону наказывают пуще того. И ворона возмолилась. Кар, коротаете, мое тело торотаете, никаких вы свидетелей не спрашаете. Кто у тебя есть свидетель? У меня есть свидетель Жолна. Знаем мы твою Жолну, ябедницу-клеветницу и потаковщицу. Стоит в рамене липа, годится на божий лик и иконостас. Жолна прилетит, дыр навертит, дождь пошел, липа изгнила, не годится на иконостас. После того и лопаты из нее не сделати. Неправильного свидетеля опять сказала. И пуще того, ворону стягают по ледвеям и передку. Опять ворона взмолилась. Кар, коротаете, мое тело торотаете, никаких вы свидетелей не спрашаете. Кто у тебя есть свидетель? У меня есть свидетель последний, дятел. Знаем мы твоего дятла, ябедника-клеветника и потаковщика. Крестьянин загородил новый огород. И дятел прилетел, жертв передолбил, и две передолбил, и три передолбил. Дождь пошел, огород рассеялся и развалился. Крестьянин скот на улицу выпущает, дятел в поло пропущает. И ворону наказали, от грядки отвязали. Ворона крылышки разбросала, лапочки раскидала. Из-за кукушечки, из-за горюшечки, из-за ябедницы я, ворона-праведница. Ничем крестьянина не обижаю. Поутру рано на гумешках вылетаю, крылышками разметаю, лапочками разгребаю. Тем себе и пищу добываю. Она кукушечка, она горюшечка, она ябедница, она клеветница. Крестьянин нажал один суслон, кукушечка прилетит, и тот отдолбит. Больше того под ноги спустит. И выслушали воронины слова, и ворону похвалили, в красный стул посадили. Кукушечку-горюшечку в наказание ей в темный лес отправили на 30 лет. Поглянется, живи весь век. И теперь кукушечка в лесу проживает, и гнезда себе не знает. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.